привет девочки сейчас я напишу тему тема длинная но здравствуйте мои хорошие здравствуйте а сразу видеть давненько мы с вами не общались в прямом эфире привет из берлина при девочки откуда вы пишем передаем не привет я все принимаю откуда мои хорошие я сейчас в праге только два дня мы вернулись из амстердама из амстердама я не себе эфиров не вела потому что мы гуляли по каналам ездили по мельницам в общем были все в путешествиях и в семье не было поэтому нас с вами была пауза сейчас я вернулась и веду эфир откуда вы мои дорогие кто откуда девочки мальчики пишут мне в основном девочки то что я все-таки больше с девочками девочки откуда вы пишем пишем когда вы знаете мне прямо и на такая мысль приходит знаете хочется такую карту прям сделать даже я представляю да и когда вы не пишете города у меня прям такие ниточки такие знаете соединяются с разными городами и душа моя радуется потому что как бы иначе не через интернет получилось бы на сами так поговорить осенью нас с вами будет тема так как я жду городов ваших мне вот интересно так а мы сами сегодня поговорим про как быть интересной и как с годами эту интересность все больше больше приобретать и как-нибудь по прочитанной книгой и для меня это на самом деле такой вопрос часто встречающийся в терапии потому что я психолог и ко мне приходят люди часто с вопросом отношений и вот эта тема как привлечь достойного мужчину как вообще самой быть интересной как выстраивать отношения как не потерялся в отношении да это на самом деле один из таких наверное частых и мы сами сегодня об этом поговорим поэтому кому это интересно оставайтесь вот поэтому тема на сами будет про вас так я что-то не вижу городов если честно может быть у меня запаздывает чаток тоже может быть ладно откладываем города вот и мы сами сегодня это об этом поговорим вот пошли города чернигов ухты прям как из сказки а ехать на самом деле знаете сегодня вышла в эфир нет утром как я обычно вечером я тестирую насколько вообще у нас сколько у вас будет потому что мне надо понимать эффективнее проводить вечером или утром да если если не вижу отклик такой же как утром зачем я буду врать утром потому что мне реально удобнее утром у меня так больше сил и энтузиазма но я думала мало ли может быть вам удобнее вечером может быть вас будет больше поэтому я сегодня такой тестовый скажем так эфир увидим как пойдет дальше хорошо девушки сейчас я вас спрошу один такой не скромный вопрос и вы знаете я его часто спрашивают у клиентов и кто на него а ответит откровенно сам для себя тот получит очень много на по крайней мере вы получите откровенный разговор с собою а это основа основ значит какой вопрос там как раз ну прям прямо связан с тем насколько вы интересны знаете как они приходят клиентки там для проблема с мужем или наоборот на отношении по нам построить трудно да я спрашиваю расскажите пожалуйста лапрак положа руку на сердце да вот так вот от к от как равен девочки потому что у кого нам обманывать правда да все таки к психологу люди приходят для того чтобы разобраться да то есть мы там без ролей без массов без каких-то игр да мы действительно работаем чтобы помочь разобраться поэтому это конечно максимальная откровенность так вот когда я говорю а вот вы сама для себя вот если представить что вы мужчина вот тот мужчина до которого вы там представляете в отношениях да или вам хочется чтобы ваш муж изменился да не знаю там перестал пить или стал больше денег приду думали комплименты вам говорите или больше а вас там думать или там помогать детьми ночью все вот эти вот изменения которые вы себе представляете вот если вы представите что вы он да посмотрите глазами мужчины или если бы вы были мужчины насколько баллов вы бы сами влюбились в себя насколько вы действительно сами себе по десятибалльной шкале как женщина там все имеется ввиду и характер и внешность то как вы относитесь вообще вас образ жизни то как вы взаимодействуете ну вот все 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 вот вы вы же себя всю до видели вот и знаете да вот насколько бы вы вступили в брак сами собой насколько бы вы влюбились в себя насколько бы вам было интересно и какая оценка девочки приходит в голову какая и вот это первое которое у вас есть она правдивая на самом деле и как правило она не сильно высокая кто смелый такой прямо может мне сейчас писать пишите я понимаю что вы сейчас как бы но это вот общий аккаунт люди разные когда я в клубе вот у себя делаю такие вещи да твать на что там все пишут потому что мы безопасно пространстве вот оксаночка пишут она приучена добыть безопасным пространстве в клубе да понятно что кто-то может стесняться кто-то может бояться вот но вот вы пишете символы оценка может быть разной но она очень такая важная потому что это это то насколько вы сами себе интересны а это означает то насколько вы можете проявлять это да потому что если мы любим сами себя нам с собой интересно мы как правило не боимся быть одними потому что кому интересно с в своем общении да то нету страха быть одной а кому страшно быть одной и гитачу я с собой сама буду делать да мне и неинтересно быть одной да нужно взять могут в компанию убежать быстро да то получится то тогда в общении с другими вы компенсируете это понимаете то есть вы не проявляете то какая вы да вы мы просто берете тем больше степень и на самом деле тогда и другим но так скажем так может быть удобно но навряд ли прямо интересно понимаете вот и поэтому то оценка который у вас есть то вы можете себя спросить а что такое вот то есть 7 баллов 8 баллов 8 это нормальная оценка нормальная для чего это же не школа понимаете а если вы спросите а что вас отделяет от десятки это что и тогда вы увидите что это такое понимаете и вот этот вот личностное развитие она на самом деле очень интересная потому что вы обогащаетесь обычно 7 8 это достаточная оценка да то есть это такая достаточно высокая оценка плохо если меньше чем 5 да то есть это прямо писала такое печальная вот история вот но а тут очень важно понимать да что вы как бы да то чтобы вы понимали за какие свои качества свойства у вас там уже есть 5 7 или 8 да то есть что такое у вас есть что нравится и и а что еще нету да и тогда вы понимаете вот этот вот поэтому девочки да очень важно иметь некоторую объективную такую оценку то какая я понимаете то как я себя проявляю как я разговариваю к рублю ли я в претензии ли я вот обижаюсь я капризничаю ли я устраиваю ли я истерики или все терплю я да то есть вот эти все вещи очень важно конечно же увидеть так значит если у вас получились такие оценки они достаточно высокие то я подозреваю у вас не должно быть проблем в общении если у вас 7-8 то люди к вам липнут им интересно общаться с вами мужчины к вам липнут да то есть скажем так у вас нету недостатка в общении в приятном общении и вы можете выбирать если этого нету но вы себе поставили 8-9 баллов на что и себя обманываете потому что когда вы интересны то ну как бы общение больше чем вам нужно да и уже вы его фильтруете да поэтому здесь очень важно вот это вот это вот да такая некоторая объективная реальность так с девочки значит я сейчас борюсь с неким ощущением внутри себя с неприятным таким ощущением мне не очень нравится что нас мало и у меня такое чувство что я потрачусь просто так а я не трачусь просто так да и может быть мой эксперимент по поводу того что эфир нужно делать вечером не очень удачный чем месяц есть такое ощущение чтобы лучше на мне эфир закончить потому что как-то ну может быть лето может быть все разъездах да может быть надо с осенью только начать эфиры сейчас может быть действительно отпускай вообще не найти ферчес забить и начать их только с осени но вот честно я как-то мне прям не хочется вот так вот через силу его вести честно ли как-то мне прям в общем мне возгрустнулась я откровенно говорила прям взгрустнула что у нас там что-то 15-20 как-то совсем прямо у меня в клубе приходит сильно больше людей это как-то грустно мои дорогие вот поэтому зайти она сейчас скажу основную мысли там целки тут упражнение делать ничего этого делать я не буду вот потому что нас очень мало значит потом тогда когда сбоку большую снюю буду делать значит знаете что я туда расскажу одну историю которую оля пишет лучше сейчас продолжать лучше для кого вот я огорчилась и это для меня важно потому что я люблю эфиры оптимистичные и тогда мне нужно было быть готовой что я работаю для маленького круга и просто что-то рассказывает мне не интересно это тогда нужно в клубе делать потому что мы работаем и делаем упражнение там я получаю обратную связь вот ладно это как бы моя внутренняя история я сейчас и ручка говорю что мне было важно про такую вещь вы знаете мне поступил вопрос один про интернет знакомства он он интересный девушка пишет таня даже так напишет таня как познакомиться и как привлечь достойного мужчину все эти на самом деле озабочены как достойного привлечь сегодня работала с мужчиной который как раз ну это мой клиент да которые обеспечены и разумные и приятной внешности и спортсмен и собственная фирма и в разводе то есть он свободно и он тоже вот озадачен как же познакомиться с девушкой какими именно образом да и всем кажется что дело упирается в то как познакомиться то есть вот прям как же познакомиться где же найти да вот и вконтакте опросу своих подписчиков где они познакомились со своим мужем жену или с тем с кем они в длительных отношениях то есть не от короткие вот эти вещи не вот эти сами ты на длительный там даже тогда там от двух до трех лет да и люди так активно откликнулись мне кажется мчик 200 250 на него писали мы это все значит я поможете свои поручила она прям и помогла мы сделали статистику и что вы думаете восемьдесят пять процентов познакомились через интернет и вот каждый раз когда ко мне приходит ли твой в интернете одни козлы дураки и вообще-то вот этот этот и ты я всегда вспоминаю эту статистику и на самом деле на самом деле 85 процентов через интернет через фейсбук через сообщества через сайты знакомств через тиндер но это интернет и когда мне говорят что никого там найти нельзя я ставлю на эту статистику но вопрос ведь не в том где искать у меня есть одна клиентка до которая мы с ней когда прошли курс терапии она разобралась со страхами с блоками с предыдущим разводом с болью с обидой да и раскрыла она готовить знаешь удивительно я раньше так все не думаю как же познакомиться каждому достойного привлечь а теперь говорит они все время сами ко мне подходит я могу познакомиться где угодно на лыжном подъемнике в магазине в ресторане самолете в интернете везде гадут мужчин говорит очень много их очень много вопрос готовы ли вы открыты вы ли вы привлекательны ли вы в смысле открытости вашей да то есть контактные вы понимаете потому что есть люди в интернете знакомиться только он делает шаг вперед она пугается то какая разница что она вот испугается в ресторане что в интернете она вот а другое дело да что собственно говоря очень сильно эта штука зависит от того насколько вы готовы и насколько у вас прорисован внутри вас портрет кого вы ищете кого вы ищете каких отношений вы ждете да и тут вы знаете очень важно адекватность да очень важно адекватность тоже помню одно такое вот это принято делала с девушкой со мной она это не я не могу понять кого еще как он не нужен мужчина и что мы с ним поработали или ну давайте портрет сделаем она сейчас сделала как его портрет наш вот такой вот такой на что нас списочек вот такой-то на эти там из 50 пунктов грубо говоря я верну хорошо окей вот такой а теперь представьте что вы он представьте и вот какая спутница должна быть рядом чтобы вы остались что вам было интересно вот какая пара нужна вам и у нее тут округлились глаза потому что но он же потребует под стать понимаете да да то есть это же нормально что люди в паре похоже по эмоциональной компетентности да по включенности не за и по ответственности ну то есть они же должны друг друга как-то отражать вот поэтому когда у меня все время спрашивают как мне найти достойного да то тут точку очень важно понимать что вы вкладываете в понятие достойного если вы его ну как бы вот обозначьте себе пара пишите то спросите себя я то но я подхожу под этот образ то есть я знаю что дать ему я знаю почему я с ним буду до почему я ему интересно и если у вас ответы есть то вы познакомитесь и где угодно понимаете а если нету если у вас не очень понятен профиль если вы понимаете он должен быть вот таким вот таким вот таким а я могу быть любой но вы будете всю жизнь его искать понимаете да и тут очень важно конечно же вот это вот объективная реальность да и баланс брать давать что я жду от него что мне важно получить и что я готова отдавать да то есть что это такое будет и и когда у вас есть проясненность когда у вас есть адекватность вы можете то есть вы вы сканируете тогда вот вы понимаете вы не будете тратить время на пустые какие-то разговоры или на отношения которые совершенно там не ну трогают вас да как много там где нету того что вам нужно ну допустим знаю вы хотите сам уж уйти а он в браке у него ребенок то понятно что процесс будет сильно длительный понимаете вот а если к теме к моей вернуться про интересность девочки что я тут могу вам сказать что такое про читанная книга женщина такая которая выдает стандартные реакции под стандартную тему да то есть вот вы понимаете что тут она обидится а тут она упрется а тут она подстроиться да то есть ну через там году грубо говоря все понятно да то есть это очень управляемая история и обычно мы так себя видео когда мы хотим подстроиться хотим понравиться а кто такая вот интересная интересная то которая может быть собой лёва малыш у меня очень звук слышно ты можешь там играть на пенболка пози вот какая вот интересная которая принимает себя целиком понимаете вот если вы вспомните какие-то фильмы да там где-нибудь раковые женщины да какие-нибудь по которым там все сохнут какие-нибудь вот такие вы знаете эти как они называются какие-нибудь ограбления банков вот такие вот душа даже тебе выскочил слова тююрный таки да всякие вот истории что мы обычно такая же женщина какая-то есть такая необычная интересная очень яркая если вы увидите она обычно очень спонтанная и очень разная она непредсказуемая почему конечно это можно играть но это но это очень трудно делать но есть простой очень способ когда вы просто проявляете то какая вы на самом деле понимаете то на самом деле но мы же очень часто этого боимся скрываем стесняемся и становимся такими как бы роботоподобными понимаете а интересно это спонтанная это так что я ощущаю то и будет происходить да вот но как бы вот этот путь конечно меня в клубе мы собственно говоря в этот месяц такую тему взяли как личностная целостность потому что интересно это та которая знает недостатки свои тоже знает и свою силу из слабости она с этим подружилась и может об этом говорить и это интересно понимаете потому что она пойти как бы получается вот получается гармония такая да как вот есть день и ночь вот представьте все время день да все время такая приторная сладкая теплая добрая но перестает это интересно или все время не знаю там ругается время злая все время как недовольна то то же самое понимаете а когда это микс это вот интересно это такое а у нас же так и есть ведь мы же разные понимаете на самом деле ведь разные же мы да мы то такие то такие но просто мы это сдерживаем это не показываем обычно держим какую-то роль и когда мы позволяем себе проявлять все для самих себя и наш интересность по шкале 9 10 для самой себя вот это открытость что я делаю то что мне правда важно а не из страха там не из лести не с чего-то да мне самой собой интересно максимально то у вас будет очень крутой отзыв потому что вы станете необычные вы станете интересные к вам люди начнут просто клеится у меня такое происходит с клиентами что ну прям вот ну как бы люди клеются к вам да потому что вы какая-то необычная вы смелая в этом открытая вы можете сказать то про что-то другие сказать боятся допустим женщина открытая на встрече с мужчиной может сказать слушай ты мне очень понравился ты такой классный вы в этом в этом он такой прифигел а чё ты ты можешь так сказать опа он этого не предполагал что она может так сделать а она может потому что она не боится его реакции она не боится что он скажет ой а я боюсь этого потому что если он так сделать значит он ей не интересен потому что ей нужен мужчина взрослый и тот который ну вот осознанный понимаете и если вы посмотрите вот авантюрный фильм фильмы или вот таких вот каких-то ну таких вот интересных красоток вот ну просто как они общаются то вы увидите что там есть вот эта смелость и проговаривание того что ей важно да то есть вот это она может сказать какие-то смелые вещи и это интересно понимаете это на самом деле вот интересно она может сказать что ты знаешь я боюсь чего-то допустим не знаю пригласит куда-то готова я этого боюсь я очень боюсь сближаться у меня это такая была клиентка у которой были проблемы в интимной сфере и она сказала парню про то что слушай я боюсь у меня здесь прямо по проблема я вот так опасаюсь другая бы делала вид что все в порядке понимаете делала бы роль она ему сказала и он начал ее обхаживать и он говорит хорошо давай вместе давай потихоньку и он так включился в нее сильно понимаете но это же не каждая скажет про это понимаете многие же как бы роль держат и вот получается что вот эти вот как да есть же это что сила женщины в слабости в ее я бы сказала не только в слабости но и в ней тоже и в силе и в слабости вот в этой многогранности что она может быть разной и тогда интересно ее разгадывать интересно с ней взаимодействовать потому что она меняется она растет да и там что-то такое с ней происходит понимаете вот мои дорогие поэтому очень важный шаг для того чтобы вы стали интересны себе и другим это принимать в себе все а это значит познавать себя исследовать кому интересно это вы уже приходите в клуб у нас эта тема месяца это как раз как принять себя целиком со всеми своими сильными сторонами слабостями которые на самом деле для многих являются интересными милыми притягательными такими понимаете я узнаю сейчас вот вижу у меня много таких клиентов которым там 40-45 допустим ну вот отношений нету таких прочных и я прям вижу вот эту ошибку общую да что сложно открываться сложно говорить то что я на самом деле думаю и это разрушает отношения разрушает отношения сейчас вам такой пример скажу совершенно элементарный такой маленький но вот он вот у меня тут все девушка одна рассказывает значит сижу я в офисе очень уставшая прямо вообще ну просто уставшая такая уже совсем пятница вечер уставший заходит говорит коллега мой в прикольных пятницах типа значит ну вот можно там более-менее как это называется в кэжул да хотите и он заходит в таких красивых таких синих я на него смотрю и говорю и вот как бы вот рассматриваю да и прям хочется ему комплимент сделать ну что типа классный джинс вообще ему очень классно идёт но я такая вся очень уставшая такая молчу значит на него смотрю и он мне говорит слушай я понимаю ты так на меня смотришь я отвратительно выгляжу разговор оканчивается то он уходит он думает что она так в общем-то с осуждением на него посмотрела им плохо выглядит а она на самом деле думала что у него прикольные джинсы но она уставшая и каждый остался вот внутри в своей вот этой коробочке понимаете думать про себя каждый думает про себя он видя ее такое грустное лицо уставшее думает это у нее реакция на меня такая понимаете а она молчит а если бы она сказал слушай я на самом деле рассматриваю какие у тебя прикольные джинсы ну крутые просто я настолько устала ну прямо в хлам поэтому у меня даже не было сил тебе это сказать как только она это говорит что происходит он говорит ой и я слушай сегодня устала я вообще сегодня там сдавала отчеты или говорит ой джинсы прикольные слушай а я думаю вообще идут они мне идут не знаю я вот их в первый раз одела т.е. пойдет какой то разговор и то что она так отреагирует это станет интересно это станет вот такой вот объединяющей их понимаете но как правило люди с годами начинают отмалчиваться оставляют все при себе каждый думает про себя и мы все больше и больше отдаляемся а интересно это та которая говорит которая проявляется которая говорит что то про другого понимаете И первый шаг, что я вам могу посоветовать, чтобы это приобрести, отмечайте хорошее в других людях, просто, да, и делайте комплименты, как легкие поглаживания такие, да, вот вы увидели, кому-то идет что-то, ну скажите об этом, классно работает ваш коллега, ну скажите ему об этом, ну ваш ребенок прикольно, не знаю, там, улыбается, ну скажите ему об этом, просто начать делиться позитивом, понимаете, потому что люди обычно стесняются этого, стесняются или делают только уже там в крайних случаях, да, вот, а это на самом деле очень растапливает отношения, и вы становитесь теплее, ближе, да, а для себя вы, конечно, становитесь смелее. Наверное, это все, ну там, программа минимум, которая у меня была, я ее закончила, поэтому, девочки, спасибо вам большое за участие, я подумаю, проводить ли мне эфир вечером, я дам вам об этом знать, я сделаю пост с тем, когда же они у меня будут, и будут ли они у меня до осени. Спасибо вам большое всем, кому было полезно, оставьте, пожалуйста, что-нибудь под постом, под этим, да, если вопросы будут, пишите, пожалуйста, да, вот, а кому интересно принять свои разные стороны и быть более интересными, чем вы на самом деле думаете про себя, приходите в клуб, потому что мы с этим работаем еще до конца, а мы с тобой будем работать. Все, мои хорошие, всем пока, удачного дня вам!